Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И у него никаких повреждений нет, в отличие от меня А вообще поводом для создания этого видео Послужило то, что очень многие так душевно откликнулись С таким сочувствием о том, что случилось Желали мне быстрейшего выздоровления В электронной моей почте появились сообщения Что если нужна помощь, то давайте будем это Хотя бы как-то помогать, вырезать, еще что-то делать Ребята, огромное вам спасибо за эти предложения Но, как вы видите, у меня пальчики, они у меня все ходят ходуном И мне осталось завтра, я попрошу снять дипс Чтобы уже можно было Я уже чувствую, что я могу даже вот микрофон взять Алло, алло То есть и перо я уже смогу завтра, наверное, взять Если мне позволят это дело убрать Ну, это делается для того, чтобы не расходилась та рана Которую я вам сейчас покажу Я сразу предупреждаю, ребята Те, кто не выносит вид ран, кто не выносит вид крови Лучше вы от экрана выйдите Уберите от наших голубых экранов Ваших течений, да, как говорили тогда Так вот, я сейчас вкратце предысторию скажу Что мы ходили с другом в парк И в парке мы сели на лавочке там, в тенечке Ричард мирно ходил, нюхал траву Кое-кое-кое-чем ее ел, как всегда Вот, так пасся, да И в нашем районе он вообще-то самая большая собака Поэтому мне за него никогда не страшно, ничего То есть единственное, что он очень любопытный и доминантный То есть он подойдет, он никогда первый не начинает Никогда первый не начинает Но если на него тоже баллонка начинает кидаться То он, естественно, тоже хочет ее так вот поприжать Это и есть в нем То есть в нем сидит все-таки зверь Зверюга Зверюга Ты собака? Собака? Ну вот, кобель есть, кобель не кастрированный И тут вышла женщина с каким-то, ну я не знаю, что-то большое, ребята Что-то какая-то смесь Это не боевая собака, не бойцовая, да Но что-то в ней такое было И поэтому, когда Ричард побежал туда Я сразу кинулся за ним, потому что я знал, что добро это не приведет И они сразу сцепились Они сразу сцепились Понять, кто виноват, кто первый начал, невозможно было Вот вины тут собак нет Оба кобеля, оба здоровых И, ну, тот еще в полтора больше, чем Ричард И я, конечно, побежал сразу ввязываться Да, хотя, ребята В Германии ты делаешь так называемый фюрершайн То есть право на вождение собаки То есть ты, если собака у тебя больше 40 сантиметров Ты проходишь экзамен Ты должен определить поведение ее Ты должен правило Ты должен знать, что ты имеешь право Что ты не имеешь право Что собака у тебя застрахована должна быть И так далее И ее поведение ты должен определять уже издалека Что произойдет То есть предвидеть, да И, естественно, я предвижу это Но там еще есть такая надпись Вернее, черная по белым написана Иди, 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 небось Они охотно сюда ходят Есть черным по белым написано, что если собаки сцепились Вы не должны лезть между ними Потому что собаки в горячке Тебя может, собственно, собаку укусить Потому что она не может определить Твоя это рука или это его лапа Или еще что-нибудь Поэтому есть четкое правило Что вы не вмешиваетесь В крайнем случае, когда собаки уже сцепились И так шел в горло друг к другу Тогда по договоренности между хозяевами Тут же, да Ты говоришь, хватайте его за ноги И я схвачу за ноги Раз, два, три И растянули Или за ошейник и за задницу Откинули друг от друга Или что-то между ними бросили Но ни в коем случае не лезь туда руками А тут ситуация была такая Что, ну, серьезная была ситуация Дело в том, что, вы понимаете Я потом вернусь к правому аспекту еще Потому что тут видео не только о том Как меня подрали и поранили Но еще о правовых делах Так вот Когда я попытался Ричарда оттащить И руку запустил между ними Вот этот вот монстр, да Пасть у него чисто крокодильская была Он только один раз меня хапанул Ну, естественно, когда тебя хватает крокодилья пасть Ты пытаешься ее вытянуть оттуда И наносит себе увечье еще сильнее И в итоге Получилась вот такая травма Тут же получилась такая травма Так как травма была большая То, естественно, сразу залило у меня кровью А у меня на этой стороне То же самое было Ну, меньше, но тоже распорото То есть все сразу раскроем И у меня, значит, полилась кровь Вся ладонь в крови Тут капает Вот И я Ричарда оттащил Передал другу И эта женщина мне говорит Есть с моей собакой Что-нибудь сейчас случилось Я ее осмотрю Я вызову полицию Знаете Я был, в общем-то Шокирован До глубины души То есть перед тобой стоит человек У нее разорвана ладонь Капает кровь Она осматривает собаку Говорит Сейчас я еще полицию вызову Сдержаться мне было трудно Мне трудно было сдержаться В этой ситуации Еще ты весь вот такой В шоке, да Но я подошел Говорю, слушай Я тебе сейчас вот эту рукой Вот по морде размажу Все Я говорю так Телефон, имя Телефон, имя Я вам не дам Я дам только полиции Я говорю Мне некогда полицию вызывать У меня кровотечение идет Ну, в общем Я пошел В поликлинику У нас тут рядом Я говорю Сунервная клиника Да Но мы все равно Первую помощь Как бы могли бы оказать И я подошел К регистратуре И мы подошли вместе Там женщина какая-то И я подошел Я говорю Картина такая Масло У меня рубаха в крови здесь То есть Брызги крови Да У меня Кровь капает Вот Я говорю Я хочу спросить Она говорит Нет, нет Я здесь была первая И минут пять Она еще с информацией Там Обсуждала Куда я лучше Пойти на рентген Или еще что-нибудь То есть Ничего срочного не было Знаете У меня даже зла не было Да То есть Я был Настолько поражен Вот Этим Что я вообще ничего не сказал Я попросил Вот только Потом Когда она отошла Администрация Мне нужна Необходима Первая медицинская помощь Ну и тут все пошло На лад Меня тут перевязали Первую помощь оказали Значит По мере давления Упаду ли я сейчас В обморок Ну Я говорю Ребят Для такого укуса Вы слишком спокойны С вами что? Я говорю Ничего Я не первый раз Кушанный собак И я собачник Поэтому тут все нормально В этом плане Но нет Я не могу вас отпустить Покуда я не проверю давление Проверили Ну как Как у скаковой лошади Отлично Можете идти Я говорю Может я поеду? Ну нет Я бы не стал С такой рукой ехать Ну ладно И я сел на машину С перевязанной уже рукой С этой С травмой Вот Тем не менее Я доехал Ребята Если я ехал Однажды В госпиталь С поломанной ногой То почему не могу Доехать С поломанной рукой Вернее С укушенной рукой Тем более Я еду аккуратненько То есть Не газую Ничего Так это Никому опасность При этом не создаем Я приехал туда Ну и После сидения В очереди Потому что Это не Тот случай Да У тебя больно Да У тебя кровь И так далее Но считается Срочным Когда у тебя Нестерпимая боль Когда у тебя Там открытый перелом Когда у тебя Много крови Когда ты падаешь И так далее Вот так далее А так Сиди в очереди Ну Недолго Минут сорок Наверное Мне пришлось Посидеть Ну и Перед тем Как Осмотреть Меня сразу Спросили Вы знаете Эту собаку Которая Вас укусила Я говорю Конечно Я конечно Я знаю Это мой собственный Пес Как Как он мог Я говорю Ну как Собака Засунула нос В кусты Я увидел Репьи У нее на хвосте И потянул За хвост Он не видел Испугался И в ответ Тяпнул Вот все Дальше я расскажу Почему И потом Меня отвезли Не отвезли Я сам пошел Мне сказали На рентген Смотреть Не раздроблены ли кости То есть Я еще рентген Сидел Да Нет Ничего не раздроблено Проверили Чувствительность Чувствительность Так Пошевел Пальцами Связки целые Ну все Опираться Я говорю Может быть Как-то Нет Нет Единственное Что врач Сразу сказал Что зашивать На капитале Нельзя Потому что Собачий Вкус Это Всегда Огромная 90% Инфекция Вот И Поэтому Делают Только Такие Стежки Скажем так Лишь бы Не расползалось Ну хорошо Вот Этот процесс Сначала Я Ну Понимаете Блогер во мне Уже сидит Да Лежа Уже на этом Кресле Вернее На этой лежанке Где мне сейчас будут делать операцию Да Я продолжал снимать Не только Как это Какая у меня была травма Видите Ну а потом И медсестра Подключилась Я говорю Я блогер Мне это надо И она Значит Пока врач Вот видите Зашивает мне Это все Скобки Эти не скобки А эти швы Накладывает Да Она все это Значит Запечатлела По моей просьбе И таким образом Вот вы сейчас Тоже можете Этим зрелищем Насладиться Но долго Я вас конечно Мучить не буду Потому что Я понимаю Что это не очень Приятное зрелище Поэтому Все Потом Мне наложили гипс Гипс очень интересный Здесь Никакого гипса Здесь нет Это какая-то Какая-то ткань Интересная Да Они чуть-чуть Смочили И через 5 минут Она приняла Вот такой Гипс Никакой не гипс Это Это просто Твердое Что-то такое Напоминает Стеклопластик Такой Формирующий Да Вот Ну как я сказал Сделано это для того Чтобы Шов не расползался И все Только для того Не приматывается Чтобы она Как бы это Не особо А руками там Махала Накололи Накололи Мне тут Перед этим Естественно И туда И сюда И Потом Дали мне Безболившие Таблетки И таблетки Против Вот этого Заражения И пока У меня все нормально Видите Вот пальчиками Шевелится Все Это И завтра У меня Еще последняя Надеюсь Перевязка И на этом Будет все Но Заканчивая Это видео Я хотел бы Остановиться На Именно Правовом Аспекте Почему Я обвинил Собственную Собаку Дело в том Что Первое Если бы Это была Чужая собака Это надо было Эту собаку Разыскать Полиции Это надо было Выяснить Значит Она привита Не привита Выяснить Обстоятельства Дел И потом В итоге Выясняется Что я туда Влез То есть Я сам себя В опасность Ввел Ингифар Как говорится Немцы Зная И подписывая Договор Не договор А документ Что я знаю Что этого делать Нельзя И Вы знаете Была опасность Что Мне просто Не оплатят Ничего Сам виноват Типа Понимаешь Платить Теперь за все А это сумма Будет хорошие И рентгенные И швы И операционные Мамы Мои Лекарства И потом Это вот Перевязки Все Поэтому Я спер Все на свою Собаку Это раз Но Я вам скажу Еще раз Аспект Интересно Правовой Аспект Заключается В том Я не должен Это делать Но Ричард Уже не первый Раз То есть Он как бы Понимаете Он доминантный Но Как бы Сначала Он дает Возможность Собаке Проявить Нему Интерес Или Агрессию Да Если Агрессия То Понеслась А так Он терпит И мы были На Игровой Площадке Собак Собак И без Поводков Там Это Понятно И Его Постоянно Преследовал Ричбек Молодой Ричбек 9 месяцев Но Они уже И они очень Мужественные Собаки Ричбеки Поэтому Ричард Терпел Терпел И потом Они сцепились А я до этого Хозяина Предупредил Я говорю Смотрите Он его Это Это Моббинг То есть Он его Постоянно Вызывает Он вызывает А моя собака Старше А у вас еще Как бы 9 месяцев Да И он Он вызовет Сейчас На дуэль И поэтому Нам лучше Не ввязываться Нам лучше Не ввязываться Если это Произойдет Они между собой Решат и все Это не так страшно Как это кажется Ну и короче Да действительно Так произошло Они сцепились Они сцепились И Ричард Было его уже Успокоил Скажем так Да В это время Ввешался Какой-то Курт Или кто Он там Он схватил Моего Ричарда В общем Мы переругались В усмите И хозяину Я наговорил Что я о нем Думал Что он начал С меня требовать Тоже телефон И так далее И ему Наговорил В общем Я им всем По серьгам Раздал И какой-то Свидетель Появился Я свидетелю Добавил Короче Вероятно Меня подали в суд Но суд Как бы Учел то Что две собаки Были Не на поводке То есть Тут Как бы 50-50 Все Потому что Ухо разодрано Было Это у Ричарда И кровь Это была Ричарда На том Ричбеке Да И я заплатил 230 евро За это И в принципе Я мог Конечно Подать Тоже Ответ На суд Ну Мы пополам Разделили И все Эти расходы Поэтому Как бы Я вел себя правильно Но в итоге На меня подали В этой ситуации Я повел себя Неправильно Да Но на меня Тоже хотели Заявить В полицию Мне Мои друзья Сказали Что мы найдем Адвоката Все 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 Это Что Твоя собака Была Без поводка Это нарушение Правил А то Что тебя Порвали Руку тебе Это Уже Статеечка Скажем так Ну статеечка Какая Для собаки Понимаете В этом случае Если докажется Что собака Меня действительно Укусила А так Как Эта женщина Как свинья Зарезанная Кричала Заберите 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 Свою собаку Заберите Собаку То есть Она меня К этому Толкала Я в машине Ввязался То есть Они бы тут Разодрались И разбежались Но этот крик Этот виск Эта истерия Заставила меня Оттуда И по идее У меня шансы Есть Конечно Шансы есть Что мне Оплатят Вот эти Деньги Какие-то И так далее То есть Я получу Моральное удовлетворение Собаку Усыпят Представляете То есть Если докажут Что собака Порвала Меня Так Ее могут Усыпить Отобрать У этой Хозяйки Усыпить А можете Представить Что это Добрейший Пес Как мой И только Вот в этой Ситуации Он тоже Как кобель Выступает А своего внука Он может быть Безумно любит Внука Этой женщины Или что И понимаете Подвести Собаку Под Усыпление Под душ Ее Я не могу Это сделать Я не могу Да Даже если бы У меня были Какие-то Последствия Я бы все равно Ребята Списал это На себя Потому что Я считаю Мне говорят Что собак Нельзя очеловечивать Я вам скажу Можно Я вам скажу Можно Что Я считаю Собак Тоже есть Душа И Если человек Ведет себя Как Идиот То собак Тут ни при чем Правда Вот Теперь я Заканчиваю Это видео И Еще раз Выражаю вам Огромную Благодарность За беспокойство За Желание Пожелание Выздоровления Все это Сбудется Для беспокойств Нет Никаких Оснований А Выздоравливать Я уже Начал Так что Скоро Мы С вами Увидимся Без гипса В повязке Да Еще Неделя Точно Но Скоро Без гипса Итак На этом Я с вами Прещаюсь Всего доброго Продолжение следует